Здравствуйте, Пётр Николаевич. Добрый день. Пётр Николаевич, поводом для нашей с вами беседы сегодня послужил День Семьи, который празднуется 15 мая как раз. Вот в связи с этим, расскажите нам, пожалуйста, каким образом государство сегодня поддерживает Институт Семьи? Государственная поддержка семьи, она выступает одним из ключевых направлений государственной социальной политики Республики Беларусь и одним из основ демографической безопасности. Поэтому на сегодняшний день действует государственная адресно-социальная помощь, которая оказывается семьям. Их 10 видов. Вот на постсоветском пространстве, да я даже не побоюсь сказать, и даже в Европе у нас социальная поддержка семьи одна из самых таких значимых. Пётр Николаевич, а вот в зависимости от количества детей, которые воспитываются в семье, какую материальную поддержку оказывает государство? Единовременная помощь, которая оказывается при рождении первого ребёнка, она составляет 10 бюджетов прожиточного минимума. На сегодняшний день это 16 миллионов 994 тысячи рублей. И на второго ребёнка оказывается и последующих 14 бюджетов прожиточного минимума. Это около 24 миллионов рублей. При уходе в декретный отпуск, уже когда уходит, рождается ребёнок по уходу за ребёнком, до трёх лет выплачивается пособие. 35% от средней заработной платы. 40% на второго ребёнка и 45%, не дай бог, если в семье воспитывается ребёнок инвалид. Это один вопрос. Второй вопрос, значит, выплачивается, если доходы там ниже бюджета прожиточного минимума, то назначается и выплачивается адресно-социальная помощь. И это способствует, вот поддержка такой семьи, она способствовала и увеличению роста рождаемости. И количество семей, количество семей многодетных, оно ежегодно возрастает там где-то на 10-12%. Пётр Николаевич, а вот какие решения в сфере поддержки материнства и детства, которые были приняты в последнее время, вы могли бы выделить? Ну, одним из последних – это принятие указа главой государства, значит, от 9 декабря 2014 года за номером 572 о дополнительных мерах по поддержке семьи. Самое главное, что вот этим указом 572, там ещё предусмотрено так называемый семейный капитал выплата 10 тысяч долларов на ребёнка, который родился третьим, ну и последующих. Пётр Николаевич, если говорить о приёмных семьях, сколько их сегодня в Гомельской области и вот в целом какова тенденция? На сегодняшний день 769 приёмных семей, и в этих семьях воспитывается 1319 детей. Конечно, последние годы количество приёмных семей возрастает. В области ещё работает 40 и создан 41 дом семейного типа, там где находятся детей до 10 человек. Поэтому, конечно, это сказалось на сокращение численности домов-интернатов. Пётр Николаевич, вот повышение рождаемости, увеличение количества приёмных семей, понятное дело, что вот, да, налицо проведена огромная работа и в создании социальных каких-то условий, материальной поддержки. А вот если говорить об информационной работе, какие меры принимаются для повышения ценностей семьи? Один раз в два года проводится конкурс на лучшую многодетную семью. Семья – это маленькая ячейка государства. И насколько крепка семья, насколько мы пропагандируем вот эти семейные ценности, настолько крепко и государство. И ради объективности сегодня надо сказать, что количество разводов за последние годы значительно сократилось. Значительно сократилось. Это говорит о том, что вот та работа, которая проводится всеми институтами власти, работает на укрепление института семьи. Пётр Николаевич, скажите, а Вы как-то празднуете этот день? Конечно же праздную. По той простой причине, что как раз так вот получилось. Не зная о том, много лет тому назад сам создал семью 15 мая. Поэтому, конечно, отметили в кругу семьи этот день, потому что для семьи он значимый, важный. Пётр Николаевич, огромное Вам спасибо, что Вы нашли для нас время, ответили на наши вопросы. Но и со своей стороны, конечно, также хочу поздравить Вас и Ваших родных с Днём семьи. Пожелать Вам благополучия, здоровья и, конечно же, счастья. И я, конечно же, уважаемые телезрители, хотел бы всех Вас поздравить с этим Днём семьи от имени областного исполнительного комитета, от себя лично. И пожелать самое главное – здоровья, семейного благополучия. Ну и чтобы самое главное – чтобы всегда вот над нами было мирное, светлое, голубое небо.